Откуда берется увеличение мышечной силы? В общепринятом считается, что вот ты нагрузился, вот ты поел, вот мышца стала больше, вот она стала сильнее там что-то тягать. Я вам скажу, что подобный механизм работает только тогда, когда вы работаете, если это штанга, то больше собственного веса. Если вы работаете до своего собственного веса, то ваш прирост мышечной силы с метаболизмом мышечной ткани связан очень слабо. В первую очередь, прирост мышечной силы обеспечивается снятием запретов. Какого рода запретов? Есть мышца, есть ее прикрепление с одной стороны, есть ее прикрепление с другой стороны. Там сверху и снизу стоят датчики, датчики растяжения. Эти датчики нужны для того, чтобы мышца не оторвала сама себя от своей собственной кости или не разорвалась по длиннику. Когда мы слышим историю, что там мужчина поднял, допустим, на адреналине полмашины, хотя до этого он не мог поднять 50 кг, это как раз режим работы такой, что мозги под действием адреналина сняли с него все запреты, он реализовал всю свою мышечную мощность, которая у него есть на текущий момент. В обычном состоянии мы не используем и четверти этих возможностей. Смысл в том, что если я буду слишком резко что-то делать, то точки прикрепления могут не выдержать. Мышца заведомо прочнее, чем свое собственное сухожилие, точнее, чем место стыка мышцы со своим собственным сухожилием. И, скорее всего, она мощность может вызвать большую, чем прикреплена она к кости, то есть чем стык сухожилия к кости. Эти точки уязвимы, эти точки нуждаются в укреплении. Если внимательно смотреть на рентгенограммы спортсменов, которые занимаются реально большими весами, у них меняется структура кости, у них меняется структура сухожилия в сторону упрочнения. А вот мышечная масса у них, она, конечно, у них набирается, но если кость, допустим, стала прочнее вдвое, то мышца всего в полтора раза. Мышцы заведомо сильнее, чем их обслуживающий вот этот вот аппарат. И все очень просто. Сейчас точно такая же система реализуется с двигателем внутреннего сгорания на практически любой иномарке. Ее можно, что называется, чипануть, и откуда-то возьмутся дополнительные лошади. Откуда? На самом деле вы просто снимаете ограничения. Ну, в хорошем случае ограничения производителям наложены для экологичности, для безопасности, а в плохом на нас просто зарабатывают деньги. Но это не суть. Главное, что можно ее расчиповать, и лошади откуда-то возьмутся. Но не из воздуха же они берутся, они и так есть. Есть эта мощность, ее мы просто разблокируем. Что происходит с новичком в спортзале? Он в первую очередь снимает вот эти блокировки с себя. То есть он берет, он поднимает 10. И мозг такой, ну слушай, травм нету, перерастяжения нету, давай больше. Он такой берет, поднимает 20. Ну, то же самое, травм нету, растяжения нету, давай больше. 30-40, и вот наступает тот момент, когда его мышца все еще может, а сухожилие уже сигналит, что, слушай, перерастяжение, так нельзя. И мышечная масса программно в голове ограничивается. Ну, в смысле, вот эта вот мощность, работа мышцы ограничивается. Потом, если он хорошо кушает, то стройматериал тратится не только на белок самого брюшка, но и на прочность. Там нужен кальций для строительства костей, все дальше. Он берет, там, допустим, те же 50. Датчики сигналят, нормально, берем больше. И вот больше, больше, больше. Из этого следуют два вывода. Первое. Далеко не всегда предел в тренировках наступает из-за, ну, скажем так, невозможности поднять больше. Скорее всего, предел в тренировках наступает, потому что тело сигналит, что дальше пойдет самоповреждение в какой-то из областей. То есть связки позвоночника, там, крепление мускулатуры, там, может, какие-то там связки конкретного сустава. В одном месте будет сигнал на все тело, да, то есть вот все тело, в одном месте будет сигнал о самоповреждении, и вся мышечная масса, ну, вот этот массив, да, он так на 5% меньшую мощность выбирает. Программное ограничение. И второе. Для больных, тех, кто хочет все время закачать, я говорю, что вы не должны закачивать, вы должны научиться управлять этим, чтобы у вас не загоралась красная лампочка перегрузки нигде. И тогда вы реализуете свою собственную силу, ее не надо усиливать. Вам хватит того, что у вас есть, большинству хватит. Даже вот таким вот мужикам, ко мне приходящим, они с легкостью поднимают полтинник, там, какой-нибудь мешок. У них много силы. Идут программные ограничения, чтобы не было дальнейших повреждений. Это очень мудрый механизм. Соответственно, для спортсменов, для тех, кто лечится, как бы, этой информации полезно. Что мы должны сделать? Мы должны убрать смещение позвонков, там, вправить суставы. Дальше мы должны снять лишние спазмы с мускулатуры и привести ее в такое равновесное, в целостное состояние. С этого момента мы должны человека тренировать строго, симметрично, не дай бог, какой-нибудь там градус, другой наклонений. Если, допустим, есть у меня масса 100, то я должен 50 на одну ногу, 50 на другую распределять. При этом, относительно носков и пяток, эта масса тоже должна быть, ну, примерно так, посередине. Больше 5% перегрузки на одну ногу или, допустим, вперед-назад уже вызывает проблемы, неважно где. Где-нибудь, но проблемы точно вызовет. То есть, ноги строго симметричны, таз строго симметричен. Вот эти все прогибы, все они должны быть строго оптимальными. И в процессе тренинга ни в коем случае никаких отклонений. До 3 градусов перекос еще ладно, после пойдут уже большие проблемы. Хотя, ну, многие меня спрашивают, типа, почему так строго? Я говорю, ну, вы понимаете, если вы, допустим, там на Жигулях едете 60 км в час, вам наплевать, что у вас грыжа на колесе. Но почему-то на спортивной тачке, которая 200 км в час летает, там какая грыжа? Там резина наполовину сношена, уже не допускается. Нельзя, она же улетит просто с трассы. Ну, так то же самое и в теле человека. Чем больше нагрузки, тем большую мощность вы хотите подать, тем строже должно быть все вот это. В противном случае оно просто сломается и все. И вы не поймете разницу, болят у вас мышцы от перегрузки или болят они у вас, потому что там уже надрывы пошли. Вы не заметите этого. Это со стороны объективно хорошо видно. Изнутри это, ну, почти никто не различает. Но суть в том, что если это будет усталость, она завтра пройдет. Если это надрывы, она не пройдет ни завтра, ни послезавтра. И тренинг вам сломает до полугода легко. Ну, ладно, это печально. Теперь о веселом. То есть техника упражнений как раз и называется то, чтобы вы на каждом этапе, ну, там, хотя бы там полуприседа, неважно, просто для примера, да. То есть вы четко должны сохранять вертикаль и четко, допустим, должны сохранять тут тоже вертикаль. И когда мне даже спортсмены показывают, как они вот так вот приседают, а потом раз так, вот так вот у них вот прям вот колышется у них тело на одном из этапов. Ну, вы прикиньте, высотку взяли на плечи. Вот так вот присели, раз, колыхнулось и связка тазобедренного сустава. Извини, перерастяжение на выступление, ты уже не едешь. Были спортсмены-тяжелоатлеты, там, были борцы, там, ну, какая разница? Нагрузки большие, техника должна быть строгая. Чем больше нагрузки, тем больше строгость техники. И когда я тот же самый подход применяю к тем, кого лечу, они такие, ну, мы же, слушай, ну, нам надо просто работать. Я говорю, да, конечно, вам надо просто работать. Вот стою я, вот поясница. Ширина поясничного позвонка 2 сантиметра, ну, например, там, 2,5. Когда я наклонился, то относительно позвонка сформировался рычаг. 2 сантиметра тело позвонка, потом точка равновесия. До макушки это рычаг. И вот таким вот ломом вы сами себе вырываете поясницу просто потому, что вы наклонились. У меня руки пустые, но я уже подаю нагрузку на межпозвонковый диск. Даже я сейчас посчитаю, сколько. Если здесь 75, делить на 2,5, 30. 30-ти кратное плечо, допустим, моя половина тела весит 50. Полторы тонны. Я наклонился, я на край диска подал нагрузку полторы тонны. Просто потому, что это рычаг. Просто потому, что когда я вертикален, я не создаю этого рычага. Но как только я отклоняюсь, рычаг я сразу создаю, и там коэффициент 30. Теперь представьте, что я вешу 50, и я взял в руки 50. Это уже 100. Коэффициент 30. Я 3 тонны на край диска подаю просто за счет того, что взял что-то там в руки. Вот этим мышцам, думаете, 50 килограмм массы что-нибудь, им пофиг вообще. Вот этим вот им наплевать, вот этим им наплевать заплатят межпозвонковые маленькие, которые к позвонкам крепятся, заплатят связки позвоночника, заплатят сам диск. За вот эти вот ваши вот неоптимальные техники движений. Я много раз слышал еще в детстве, что предки, допустим, за неправильное какое-то выполнение, допустим, полевых работ, молодежь чуть ли не кнутом драли. Ну так, как истории, вот твой прадедушка вот так вот обращался, вот так воспитывал, вот, мол, типа, строгость воспитания. Да не строгость воспитания, это просто некогда было объяснять, надо было просто вбить, что либо ты вот так вот и доживешь до столя, либо ты вот так вот и извинит, и в 30 уже просто развалил. Тут все очень строго, и выбор такой, знаете, категоричный. Так вот, сила берется от включения мышцы в нагрузку, если не происходит самоповреждение. Если у вас есть симметрия, то, допустим, вот у боксеров, например, и у пловцов, это прям в тренинге, вот прям включено, прям они на этом концентрируют внимание. Ну, правда, не все, конечно. У всех остальных это как-то жидко, кто-то вообще об этом не знает. До тех пор, пока я стою симметрично, вот он делает удар, да, у него включается, там, допустим, ну, вот эта часть, чтобы крутануть корпус. Но когда он делает второй удар, он может просто включить вот эту часть, а может включить противоположную вот эту часть, и может вообще весь корпус включить, чтобы крутануться. И представляете, насколько будет больше мощности. Но только при условии, если у него есть вертикаль, ось, вокруг которой он будет вращаться. Если ты наклонен, уже все, уже не можешь, у тебя уже поясница работает на удержание, а живот еле-еле что-то там махает твоими руками. Но если ты стоишь ровно, то ты крутишься, как, в принципе, подшипник, чего особенного. Для пловцов, для грибцов это разница между первым и последним местом, потому что они ловят долю секунды, и вода такая среда, что ты вот чуть-чуть из ритма выпал, и все, и она уже вяжет тебя. Там очень ритмичность должна быть. И поэтому есть пловцовские упражнения, как раз, чтобы все мышцы твоего тела работали по кругу. Но по кругу они будут работать, если есть ось. Разблокируя мышцы, создавая вот эту ось специальным тренингом, мы ничего не прибавляем в мышечную массу, можем с легкостью увеличить какие-то результаты. И если говорить про сложенные движения, то есть на примере того же боксера, он, конечно, может просто разгибать руку в локте трицепсом, но массы в ударе нет. Он, конечно, может добавлять какие-то движения плечом. Но любому новичку объясняют, что это движение должен начать аж с пятки и крутануться всем корпусом. Ну почему? Потому что если само плечо крутится, это одна амплитуда. А если еще и плечо подвижно, еще и в плече крутится, так тогда скорости-то умножаются, и кинетическая энергия, соответственно, тоже. Поэтому, когда, допустим, ко мне приходят, даже молодые парни приходили, мы, говорит, не можем подтягиваться. Вот можем все, а подтягиваться не можем. Мы, говорит, не умеем. Я говорю, да сейчас вы не умеете. Вставляем поясницу, тренируем. Я говорю, давай подтягивайся. Он такой, я не могу. Я говорю, подтягивайся. Он берет раз и подтянулся. Говорит, а как это получилось? Я говорю, очень просто. Ты подтягиваешь, и ты включаешь предплечье, плечо, широчайшую, ягодичную, и ты закрепляешься в норме. У тебя была боль в спине, ты не мог широчайшую включить. А не включая ее, у тебя не будет движения, это же цепочка действий. То есть в твоей цепочке действий есть дырка, разрыв, болевой, из-за боли, просто блокировка. Мы кости соединяем, ну, там, точнее, кости вправляем, нервную систему успокаиваем, что все, все, мышца работает, ты давай успокойся. И она берет и включает. Раз и подтянулся. Хватает силы, понимаете? Нужно восстанавливать вот эти все цепочки, а у новичков вообще строить. То есть вообще это тренерская работа. Это и есть техника движения. Включить вовремя, проследить за позой, и чтобы все мышцы отработали. Мы слабые мышцы склонны защищать. То есть человек присед делает, вроде делал, делал, раз, колени завалились. Нельзя, заставляешь, ой, а они дрожат. Да пусть они дрожат, это их работа. Они подрожали у тебя, потом они включились, раз, 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 раз. Ты будешь колени вылить, ты что будешь? Вырывать себе тазобедренное или ломать поясницу? Пользоваться можно, начиная с ходьбы, с базового комплекса и с мячика. Так как это в тело заложено, то с момента снятия блокировок этот процесс все равно начинает реализовываться. Но будете ли вы его, там, специально вы его там посадите, будете поливать, холить, леете, он у вас превращается в громадное дерево, так, я все могу, да? Или он у вас там будет расти, там, где-то там на окраине огорода, там, как получится. Процесс все равно будет расти. Если вы делаете специально то, во время ходьбы вам нужно обращать внимание на то, на что я обращаю внимание. То есть, если я сказал, что мы ориентируемся на взгляд, так вот, благодаря взгляду он и задает вам горизонталь, а вся вертикаль подстраивается под него. Если, допустим, мы ходим балансир, да? То вот вы сделали через макушку вертикаль, и опять же, все под нее подстраивается. И там у вас вот она ось, и вот вам, пожалуйста, симметрия, блокировки постепенно снимаются, цепочки движений строятся. Почему? Потому что есть главная задача сбалансироваться. А все вот эти длинные цепочки, вся их плавность, переключение, это все для того, чтобы главная задача выполнялась. То есть, как весь комфорт машины настроен на то, чтобы вам было хорошо, а вся вот эта всякая там подвеска, резина, там, отделка салона, это что, это для вас. То здесь, допустим, ориентир, это взгляд, и все для него, чтобы, не дай бог, никакая картинка не колыхалась. Если вы этим специально пользуетесь, плюс вы следите за кровоснабжением через мышцы, плюс вы следите за ритмом чередования труда и отдыха, то у вас возрастает сила, возрастает реакция, и это разница между последним или первым местом на каких-то соревнованиях, если вы в них участвуете. За техникой надо следить строго. Хорошо, если тренера к этой информации прислушиваются, потому что разные, конечно, вещи происходят. Но если тренеров нет, тогда каждый сам себе тренер. Я показываю примеры, мы потихоньку пользуемся.